ДИЗЕЛ ШОУ Да-да, круто погуляли. Фу, слушай, сутки отхожу, отойти никак не могу. Да, вот сейчас только поставил телефон на зарядку. Все-таки, знаешь, хорошо, что я отправил маму вместе с женой в Европу. 500 евро на двоих, тур выходного дня, да. Ну, ладненько, все, хорошо, давай, пока мне надо встречать их с аэропорта. Все, давай. Не понял. Сына. Мама. Муся. Яна. Представляешь, у нас багаж украли. А это что? А это ручная кладь, так, по мелочам купили. А с мамой что? Устала? Муся, давай потом с расспросами, я два дня не спала. Подожди, мне уже интересно, как вы там в Европе отдохнули? Рассказывай. Ну как? Так, нечего рассказывать, скучно в Европе, вот ты был прав. Скухотища. Ой, сына, у нас нигде тут тазика нету дома. Какого тазика, мама? Я тебя специально отправил с Яной, чтобы ты проконтролировала ее. Посмотрела, чтобы все было хорошо. Все было зашибе. Ой, господи, мама. Ну, рассказывайте. Много потратили. А ты что, эсэмэски из банка не получал? Нет. Да я только телефон на зарядку под... Я не понял, ты что, брала мою карточку? Так, на всякий случай. На всякий случай. О, сейчас начнет. О, сейчас начнет. 20 евро в аэропорту. Это перегруз багажа. Мы же не знали, какая там будет погода. Угу. 40 евро в аэропорту. А это перегруз пассажира. Ну да, с мамой всегда так. Бутылка мартини. Буся, ты же знаешь, как я боюсь летать. Так, бутылка коньяка на борту самолета. А, Буся, ну ты же знаешь, как мама боится летать. Бутылка виски? Буся, ты же знаешь, как мама боится остановиться. Хорошо. 30 евро. Пропускаем. Это мелочь. 300 евро. Буся, твоей маме делали операцию. Мама, какую операцию? Мне удаляли татуировку. Яна, какую татуировку? Ну ту мелочь, которую ты пропустил за 30 евро. Угу. Еще салон. А это стрижка. Че-то я не вижу, что у вас что-то поменялось. Это интимная стрижка. Хорошо, вечером проверю. Это не она. О, шуба пришла. Твоя или моя? А-а-а-а! О, это-то пришла моя. А-а-а! Позвонить нельзя было посоветоваться. Буся, ну ты же сказал экономить. По мелочам не звонить. По мелочам? Черт за телефонный переговор. А-а-а! Так вы все-таки кому-то звонили. Люся, мне же надо было посоветоваться белую шубу брать или черную. А с мамой нельзя было посоветоваться. На тот момент уже нельзя было. Буся, ну это такие классные шубы, таких в Украине нет. Ну, и где ваши шубы? В украденном багаже. Триста евро. Что это? Это пиво. Какое пиво за триста евро? Бельгийское. Разливное. Мама что, бочку выпила? Нет, мама выбила багальчик, но в Бельгии. Зато мы посетили памятник архитектуры, скульптуры писающего мальчика. Вот. На двести евро? А это уже штраф. За что? За писающую женщину. Вот. Мама! Снятие наличных. Вам нахрена в Европе наличные, а? Неаварима. Это секрет. Какой нафиг секрет? В Европе наличные нужны только для трех вещей. Для покупки наркотиков, оружия и проституток. Бинго! Три стрелка! Вот так. Зато европейцы, они такие хорошие, они нам обратную дорогу оплатили. Яна, это называется депортация! Да. Ах. Ну-то теперь понятно, чего вы на час раньше прилетели. День. Что? Мы прилетели вчера. Нас задержали в Борисполе и ждали, пока мама начнет говорить. мама ты что-то скрывала мама вообще не могла говорить мне уже даже интересно а что такого мама переела в амстердаме кексика ну ты не переживай мы же тебе подарок привезли сейчас твой любимый односолодовый вот это я на жрусь телефон я на телефон зачисление на счет 200 евро квартал красных фонарей вы чё там делали я тебе говорила что нужно было брать наличие еще 200 евро это тоже мои еще 200 евро сыночка знаешь я хочу тебе рассказать большой секрет скоро у тебя появится брать мама ты что беременна дурачок его зовут мир ему 28 он завтра прилетает в борисполе думаю что вы подружите с мою хорошую любовь мама Сайя Яна Саша Мама Микки Яна 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 Яна